Друзья, приветствую вас! На связи интеллект-тренер Рассел Зулкашев. Сегодня у нас прямой эфир пройдет, именно у нас будет гость из Улан-Удэ. Это интеллект-тренер тоже. И цель сегодняшнего прямого эфира – показать, как Суперджамп объединяет абсолютно разных людей, абсолютно разных людей из разных городов, из разных стран. И почему люди становятся интеллект-тренерами. Допустим, пока у нас еще Анжелика не присоединилась, я немножечко сейчас расскажу. Допустим, вот она присоединилась. Анжелика, приветствуем, ждем присоединения. Аудиозапись еще отправила мне. Друзья, я так скажу… А, вот она вот. Все, сейчас добавляю. Так, я добавил. Ура! Супер, получилось, получилось. Наконец-то сегодня я вижу и участников, и тебя. Приветствую, Анжелика. Друзья, всем тоже вам еще раз привет большой. Сегодня мы… Вот тема нашего эфира, да, как Суперджамп… Что такое Суперджамп, во-первых? Как Суперджамп объединяет разных людей из разных городов, из разных стран. Да, это объединяет народы, объединяет конфессии, да, тут все можно говорить, конечно. И, Анжелика, очень рад, что сегодня ты в гостях в моем эфире, да, вчера я был у тебя в гостях. Я надеюсь, сегодня мое лицо более четче видно, чем вчера, потому что я посмотрел… Отлично видно! …в IGTV, да, все тоже так же отлично видно, суперслышно. И, ну, начнем, наверное, да, сегодня я как интервьюер, и нужно для наших, для тех людей, кто присоединился, для наших слушателей и зрителей, именно раскрыть суть. Почему люди выбирают Суперджамп, допустим, я предприниматель, 10 лет опыта в бизнесе, в тендерах Казахстана и России, да, и многие спрашивают. Даже более того, мне один мой друг из-за рубежа, не буду говорить, кто, он мне сказал, Расул, ты самоубийца, как ты можешь то, что ты знаешь, типа, и уходить вообще в какую-то вещь, которую ты вообще не знаешь? Я говорю, ну, как ты не знаешь? Я на самом деле, у меня запрос давно был, я здесь начал себя реализовать, распаковываться, почему я не могу этим заниматься? Причем изначально я занимался как хобби, а потом только через два месяца я решил заниматься уже только этим интенсивно, и через полгода у меня прошла трансформация, где я полностью ушел из бизнеса традиционного, занимаясь непосредственно тем, чем я сейчас занимаюсь, интеллект-тренерством Суперджамп. Итак, Анжелика, сегодня ты у нас гость, а я лишь интервьюер, и хочу у тебя спросить первое, да, расскажи немножечко про себя, первый вопрос, да, то есть даже три вопроса, то есть твое имя, твой город, и чем ты любишь заниматься? Вот эти три вопроса тебе сейчас адресованы, передаю тебе слово. Благодарю. Друзья, всем привет, ну, меня зовут Анжелика Вайнштейн, я живу в городе Улан-Удэ, это Бурятия, вот, это Сибирь, ну, вот, видите, как интересно, да, у нас сегодня телемост, Турция, Россия, Бурятия, вот, значит, я родилась здесь, вот, немножко о себе расскажу, я 19 лет прожила в Улан-Удэ, когда мне исполнилось 19, я решила улететь в Израиль, я улетела, оставив всё, никто меня там не ждал, и когда я в Израиль прилетела, я очень захотела служить в армии, вот, но так как мне уже было 19 лет, мне сказали, бабушка, сидите дома, вы уже стары для нас, вот, вот, и вы знаете, я три раза писала для того, чтобы меня взяли в израильскую армию, и вселенная, как говорится, услышала меня на третий раз, мне дали добро, и я отслужила год и восемь в израильской армии, вот, прожила я в Израиле вообще восемь лет, мне очень нравилось всё, ну, родители остались одни здесь, в городе, и я вернулась спустя восемь лет, теперь я живу здесь, в Улан-Удэ, и вы знаете, я всё время, наверное, себя искала, у меня два высших образования, я закончила школу серебряной медалью, я всегда такая была активистка, такая вот выскочка, да, то есть я всегда, всегда любила, как говорится, высказывать своё мнение, потому что меня родители так воспитали, что то, что я считаю нужным, то и нужно говорить, то есть ни в коем случае не обратное, вот, и вы знаете, получилось так, что я, конечно же, приехав обратно сюда на родину, я здесь опять закончила второе образование высшее, инженер-землеустроитель, вот, и я, в принципе, меня папа на тот момент устроил на хорошую работу, вот, папы уже нету, царство небесное, и вы знаете, буквально где-то года два я очень хорошо трудилась, я была ведущим специалистом по землеустройству, и вы знаете, Валечка пишет, Анжелика, ты настойчивая, благодарю Валя, да, и вы знаете, я, конечно же, хотела вот, ну, быть, как говорится, всегда вот в том месте, где я нужна, да, но когда я была ведущим специалистом по землеустройству, у меня всегда были начальники, которые говорили, так, едь туда, делай то, делай еще что-то, и я в какой-то момент поняла, что это не мое, и я ушла очень много, ну, года три, наверное, отработала торговым представителем, вот, ездила по районам, очень люблю ездить за рулем, руль – это вообще мое любимое место, вот, очень люблю машины, и вы знаете, спустя какое-то время я поняла, вот, как говорится, специфику, да, всех магазинов, думаю, это же вообще легко, открыть свой магазин, я открыла свой магазин, потрудилась там, но так как сети начали давить на меня, пришлось закрыться, и я ушла в сетевой, вы знаете, как это здорово, то есть, вот, Расул говорит о том, что на сегодняшний момент, да, он с огромными знаниями, с багажом таким знаний, да, который у него есть, он ушел вот в интернет, да, в что-то неизвестное, что люди некоторые его не понимают, и я то же самое, да, в принципе, у меня есть определенная база, и наработала я ее, но я ушла в сетевой, потому что я поняла, что онлайн-бизнес – это не то, что будущее, на сегодняшний день это настоящее, это настоящее, и когда коронавирус нас всех посадил, это еще раз доказало, что за онлайн, как говорится, и настоящее, и будущее, вот, и, конечно же, когда я тоже была в разных компаниях, и в продуктовых была, и много где была, вот, но когда я услышала о том, что есть суперджамп, и, вы знаете, мне посчастливилось, мне презентацию давал тет-а-тет лично Егор Белозеров, мой наставник любимый, и, вы знаете, он так меня зарядил, что я сказала, все, я нашла деньги, я сразу прокупила франшизу, я не заходила на суперджамп, я не знала, что это такое, вот, и Егор все время говорит, я горжусь тобой, горжусь тобой, на самом деле это было, знаете, что-то такое, вот, он вроде бы все такое, ничего эдакого он не сказал, но он мне дал вот эту вот информацию, да, о том, что я буду помогать людям, а вы знаете, я очень люблю помогать людям, и что здесь есть, и, как говорится, два крыла, да, есть и материальный достаток, и есть духовный, и мы можем помогать людям, и при этом закрывать все свои базовые потребности, и это, конечно же, было очень важно. Супер, отлично, благодарю за ответ. Анжелика, ну вот, классно, да, насчет того, вот, людям интересно, а как это закрывает базовые потребности? Смотрите, базовые потребности, это уже с первых дней бизнеса. Люди, которые занимаются этим полтора-два года, у них уже достаток выходит уже на уровень, не просто базовых потребностей, то есть, даже так я скажу, даже начиная с себя, что уже с первых месяцев я понял, что можно здесь работать и путешествовать, куда ты хочешь, в любую страну, какую ты хочешь, но, естественно, это нужно включаться, это самое главное включение. А также, Анжелика, вот здесь тебе написали, что ты настойчивая, да, а знаешь ли ты про Рея Крока, да, потому что его основное качество было, это настойчивость, и у меня такой вопрос, вот как раз связан с настойчивостью, потому что я вижу, я также смотрю твой Инстаграм, у тебя везде настойчивость, ты такая оптимистка, да, и, естественно, за тобой уже идут люди, это очень приятно смотреть и наблюдать. А также вот такой вопрос, знаешь ли ты про Рея Крока, а может быть, ты у него это взяла, да, то есть, или от кого ты взяла настойчивость, и что ты знаешь про Рея Крока, ну, буквально тоже тебе такой вот вопрос. А про Рея Крока я знаю от тебя, Расул, ты рассказывал, когда мы с тобой общались, да. Да, вот вы знаете, конечно, Расул – это ходячая энциклопедия, настолько он много знает, он хотя молодой, да, но вот я не устаю, как говорится, поражаться, да, восхищаться этим человеком. И ты знаешь, настойчивость я взяла от, наверное, своей семьи больше, потому что у меня папа, он бизнесмен, он очень настойчивый, он очень уверенный в себе. Когда мы были маленькие, он работал на трёх работах для того, чтобы мы ни в чём не нуждались, и я всегда, как говорится, как сыр в масле каталась, да, то есть у нас всё было, но папу мы редко видели, потому что он реально всё время зарабатывал. Вот, и настойчивость, вот, и мамочка, она, как говорится, хранила вот этот вот домашний очаг, и у неё тоже всё, как говорится, все дела спорились, и поэтому я считаю, что у меня очень классная семья, и именно отсюда я взяла со своих корней вот эту настойчивость. Супер, значит, на уровне ДНК это уже круто, это такой подарок тебе от твоих предков, это супер, то есть от бабушек, от дедушек, я имею в виду, да, это супер. И, конечно же, да, друзья, вот кто не знает, мало кто знает, что Рэй Крок это основатель франшизы Макдональдс, то есть и благодаря своей настойчивости он вырастил такую крутую компанию, которая сегодня, даже есть такой этот неофициально индекс гамбургера, сколько стоит гамбургер в разных странах, и поэтому оценивают уже страну по достаткам. Ну, благодарю, и ещё такой интересный вопрос, я думаю, каждому будет интересно, как так получилось, что ты познакомилась с Егором Белозёровым, вот эту вот историю встречи, историю знакомства, почему, то есть, может быть, у тебя был запрос, да, запрос во Вселенную, то есть, как это произошло, вот это тоже, я думаю, будет интересно каждому зрителю, который будет смотреть наш эфир. Хорошо, благодарю за вопрос. Значит, так получилось, что мы были в одной из сетевой компаний вместе с Леночкой Бурносовой, и Лена Бурносова прошла суперджамп, и она решила нам преподавать уроки, но она это делала, немножко не так, как все остальные, я ничего не понимала, но я видела по её стори, что человек, вы знаете, она просто изменилась. Она до этого какая-то была вот, ну, в какой-то депрессии, да, тут она везде сияет, ходит, улыбается. Я ей позвонила, говорю, Лена, объясни, что с тобой случилось? Она говорит, ты знаешь, это всё суперджамп. Я говорю, что это такое? Она говорит, вот тебе Егор Белозёров, с ним общайся. Представляешь, вот это было так. И буквально Егор написал мне, во сколько вам удобно созвониться, и мы созвонились с Егором. Я просто в него влюбилась. Мужчина такой красивый, молодой, военный, всё чётко, тык-тык-тык-тык-тык, всё рассказал. Ну, правда, это наставник, конечно, у меня от Бога. Запрос, ты знаешь, я всегда хотела помогать людям. Я им всё время помогала, потому что у меня в своё время тоже было, так как я, как говорится, масштабировалась и самообразовывалась в интернете, да, в сетевых компаниях, я в какое-то время поняла, что мне нужно делать обучение для людей, потому что люди у меня приходят с разными уровнями, да, и я скрыла свою школу. У меня была своя школа онлайн, азбука для начинающих, и я людям преподавала информацию, потому что приходили бабушки, приходили молодые, которые были просто на «вы» с гаджетами и, конечно же, с компьютером. И вот у меня были определённые вот эти маленькие небольшие знания, я им преподавала, но это буквально где-то полгода было. И вы знаете, так как вот, как у нас с вами жизнь развивается, она очень быстро развивается, и вот эти знания мои, да, они начали устаревать, то есть вот этот курс, он уже был, можно сказать, неактуальный. Новый какой-то курс заводить и одной выживать – это очень сложно. И когда вот тут появился, как говорится, на горизонте Егор Белозёров, я поняла, что это моё. Я говорю, мама, я туда хочу, всё, она, ну всё, хочешь, беги. Я запрыгнула, вот, просто запрыгнула, да. Ну, поздравляю, это круто, да. И ещё интересно, да, вот многие люди немножечко путают, да, потому что думают, суперджамп – это очередной курс. Это вот часто такое встречается, я думаю, у тебя тоже встречается с людьми, которые не знают про суперджамп, они говорят, ну, это, наверное, новый курс, методик очень много, там, тысячи методик, давай, в общем, просто общаться и так далее, да. И, естественно, также я повстречал много людей, которые именно, вот, тошнит от курсов уже. То есть, ну, личностный рост, ну, вот, курс прошли, кто-то не получил вообще знаний, а кто-то получил, но их не смог применить. Или, ну, то есть очень много разных разочарований, именно связанных с такими курсами, да. И вот можешь ли ты объяснить, чем на корне отличается суперджамп, вот наша методика, от других методик? Почему мы говорим о том, что это вне конкуренции? Почему мы говорим, что этого ещё никогда не было? То есть то, что мы делаем, это совсем новая формация, да. Почему мы об этом говорим? И можешь ли ты немножечко объяснить, в чём отличие от обычных курсов? Конечно, благодарю за вопрос. Значит, смотри, дело в том, что я тоже, да, так как я сетевик, я очень много куда ездила, летала, даже за границу. То есть я летала в Алматы, в Якутию, в Читинскую область, в Иркутскую. В общем, много где я была, именно я ездила для того, чтобы что-то получить, какие-то знания. Как это происходит? Ты приезжаешь, приезжает какой-то крутой коуч, он тебе, там, неделю, да, тебя прокачивает. Ты что-то записываешь, всё, на драйве, всё классно, отлично. Потом приезжаешь домой, и всё. У тебя книжечка, тетрадочка осталась, у тебя, как говорится, началось опять пелёнки-распашонки, всё то же самое, бытовуха, заела. И ты уже не помнишь, ну да, там где-то было классно, всё. Человек опять уходит на тот же уровень. И это происходит всё время. И понимаете, вот эти вот курсы, да, я говорю, что я не один курс прошла. И даже взять вот Верочку Макаренко, она тоже говорит, я, говорит, куда только не возила людей для того, чтобы их обучать, для того, чтобы их мотивировать, для того, чтобы их стимулировать, чтобы они куда-то шли. Но отличие всех-всех курсов от нашего суперджампа, это то, что, во-первых, это новейшая, друзья мои, ещё раз скажу, новейшая методика, понимаете, для развития взрослого человека. Вот если, например, брать, да, гештальт, 1912 год, представляете? И я знаю сейчас, одна у меня знакомая, которая прошла у нас суперджамп, она учит сейчас, обучается этому гештальту. Вы понимаете? То есть где НЛП, да, это тоже было ещё в том веке всё это сделано. Но у нас, у нас, да, у нас совсем другое, у нас новейшая методика. Эту методику создал великий человек Владимир Викторович Довгань. Он не просто так сидел на лавочке и вдруг он решил, что я буду вот, сейчас я вот эти 8 упражнений вам дам. Нет, мои хорошие. Человек 34 года ездил по разным странам, по уголкам, и он вытаскивал оттуда самые лучшие упражнения, которые влияли на людей. И он не просто их брал, он их ещё оттачивал, он их пробовал на очень большом количестве людей. И только когда эти упражнения заходили, он их взял. И вы понимаете, таким образом человек 34 года шёл, и он сейчас нам дал выжимку, концентрат, понимаете, самый сок. Вот апельсин взяли, да, выжали с него самый сок. С одного апельсина много будет сока? Нет, но он будет очень вкусный, потому что он будет неразведённый. Это не тот апельсин, который вы покупаете, да, просто апельсиновый сок. Разница, как говорится, совсем другая. И тут то же самое. Мы здесь проходим, понимаете, вот этот концентрат. Не то, что мы просто его проходим, да, у нас обучение из чего состоит. Значит, 10 дней, мои хорошие, вы проходите онлайн. За 10 дней вы обучаетесь 8 жемчужинам. Это не просто так сказано, это не просто, это не пафосно. Это именно жемчужины, благодаря которым каждый человек становится лучшей версией себя. Он становится счастливее, ещё больше счастливее, ещё больше здоровее, вы понимаете? И после этих 10 онлайн упражнений у вас есть ещё 21 день, то есть до месяца, да, вы находитесь в интеллект-клубе. Что такое интеллект-клуб? Это крутая вещь, друзья мои. Это фишка круче всего. Я такого нигде не видела. Там человек прокачивает своё серое вещество. Что мы там делаем? Мы проходим самых крутых, самых великих людей, таких как Альберт Эйнштейн, таких как Коко Шанель, понимаете? И мы берём у этих людей Сократ, мы берём у этих людей цитаты, и вам скидывается домашнее задание. То есть каждый день вы прокачиваете. То же самое, как вот я вижу перед собой, да, Расул, он такой симпатичный, красивый, молодой, накачанный парень. И он, наверное, ходит в какой-то, как сказать, в тренажёрный зал, да. И если он хочет там накачать себе бицепсы, трицепсы, так он будет ходить туда, ну, хотя бы через день, да. Так же и наш мозг, мои хорошие, если мы не будем ему давать пищу, то он загнётся, превратится совсем в такой тухлявенький. А если мы каждый день будем давать ему информацию, то это будет совсем другое. И вы понимаете, мало того, что мы проходим там великих людей, мы также нам дают домашнее задание. Цитата именно, например, Сократа. И эту цитату вы не просто так просмотрели и ушли дальше, вы должны её через себя прожить и дать своё именно мнение. Не то, что кто-то там, не то, что интернет думает про эту цитату, да, не то, что кто-то, а именно своё авторское мнение. И вы это наговариваете. Плюс ещё какое-то, может быть, видео какое-то вы должны записать. Или скороговорку проговорить, или с орехами внутри там, или на скакалке проскакать. Вы знаете, люди у нас, у нас очень много капитанов разных, и они так круто креативят. Это, конечно, здорово. И там просто наполняешься, вы понимаете? И вот почему наш курс отличается от других каких-то курсов. Потому что именно суперджамп, он даёт, во-первых, человеку два крыла, он делает из обычного человека, он делает аккумулятор, понимаете? Вот мы теперь такие, пауэрбанк, что Расул, что я. Мы знаем определённые упражнения, о которых мы сейчас не будем говорить, но мы каждый день, каждое утро, мы их делаем. И поэтому мы находимся всегда в ресурсе. А зачем создан суперджамп? Он создан для взрослых людей, для того, чтобы люди были конкурентно способны, и для того, чтобы они были самодостаточные, самообразованные. И самое главное, чтобы они были осознанные. Поэтому вот так сильно отличается наш курс. Да, благодарю, Анжлика. На самом деле, да, про эти упражнения, в принципе, друзья, вы можете узнать лично при созвоне. Потому что вот Анжелика говорит, мы не будем говорить не из-за того, что мы не хотим об этом говорить, наоборот, мы хотим вещать. Суть в том, что сейчас мы раскрываем личность Анжелики, да, и благодарю Анжелика, очень чётко, доходчиво объяснили. А ещё, объяснила. А ещё, знаешь, такой вопрос у меня. Расскажи про первого человека, кому ты рассказала про суперджамп. Зашёл ли он к тебе на курс? Это тоже очень интересная история, думаю, будет, потому что у меня тоже с этим большие ассоциации. Вот. И, ну, кто это? То есть это был близкий, это был родственник, это был друг. То есть кто этот человек, кому ты первый рассказала про суперджамп и прошёл ли он курс вообще? Вот. Это тоже интересно. Хорошо. А ты знаешь, так как, когда я зашла, получается, в суперджамп, да, когда я прокупила франшизу, я была параллельно в другой структуре, то есть я была в другой сетевой компании, и там у меня была своя команда. И у меня есть такой хороший партнёр Саньяб Думан-Кызы, она с Казахстана, кстати. Вот. Я ей позвонила и сказала, говорю, Санья, ты знаешь, такая классная тема, вообще интересная. И она как-то, вот если честно, да, она послушала меня, и она сказала, хорошо, я подумаю. То есть она даже ничего не спрашивала, ничего не это. И в итоге, вы знаете, буквально сутки прошли, но я думаю, ну не зашло, да и не зашло, дальше буду обзванивать. И она через сутки мне позвонила и говорит, куда оплачивать, я захожу интеллект-тренером. Классно. Она сразу была интеллект-тренером. Вот это лидер. А у меня наоборот всё было. Я, первая презентация, у нас тогда, то есть это было год назад, у нас не было полной упаковки, то есть что говорит человеку. То есть вообще, куда звать, потому что на самом деле, друзья, мы даже, я даже не называл, что это новая методика, там, курс. Я говорил, приходи на интеллектуальную тренировку. И люди говорят, что, куда, о чём ты говоришь? Ну я помню, я же смотрел, мы же смотрели фильм там, да, вот про историю «Империя соблазна», да, про Стива Джобса. Когда Стив Возник говорит, слушай, Стив Джобсу говорит, слушай, почему, ну, суперпродукт, почему люди не покупают? И Стив Джобс ему говорит, это нормально, говорит, ну, как ты хочешь. То есть люди не могут хотеть того, чего никогда в жизни не было. Это нормально, говорит. И смотрите, у меня вообще первый человек, кому я объяснил, это Александр, возможно, он будет смотреть этот эфир, он в Инстаграме более активный. И я ему позвонил, рассказал, всё показал. Он говорит, ну, нет, короче, нет, он не пришёл. Более того, когда до того, как я ещё стал интеллект-тренером, человек, который сказал, Расул, ты станешь интеллект-тренером, и я у тебя буду первый, который пройдёт твой курс, всё там, скидывай мне ссылку, куда оплачивать. И я там начал, в общем, купил, приобрёл лицензию, он не зашёл ко мне на курс, он не купил у меня курс. Но зато эти люди, то есть Александр, они мне помогли именно осознать, насколько это круто, то есть зайти туда, потому что они мне дали очень классный посыл. Поэтому даже те люди, которые, то есть я благодаря этим людям полюбил отказы. Мне понравилось, когда грамотный лидер, хороший человек, когда он грамотно отказывается, это очень круто, друзья. Поэтому любите отказы, потому что каждый отказ – это ступенька, выход на новый уровень, да, это всегда выход в высокое проживание. И поэтому, когда вам говорят, тем более ещё эксперты говорят, там у меня СММщики некоторые говорят, да у тебя, что ты там онлайн не знаешь, ничего ты не знаешь, как ты так пишешь, как ты можешь мне в директ писать, это уже там, это уже прошлый век, ты вообще типа отставший, короче. А я что, я олдскул, друзья, сори, да, но типа вот так вот, да, работаем, и благодаря действиям, которые я предпринял, невзирая на какие-то там огрызения или там отказы, благодаря этому на сегодняшний день 260 человек прошли курс из 8 стран ученики, 44 человека в команде, да, супер, растём и радуемся жизни, путешествуем по странам, по городам. Кто отказался, ну, как бы, ну, не судьба, и у Егора есть очень чёткая фраза, что это несъедобное, да, мы же грибы собираем в лесу, есть несъедобные грибы, это нормально, вот. Также вопрос, когда, то есть, вот ты собрала первую группу, да, ты проводишь же, да, суперджампу? Да, да, да. Собрала первую группу, да, как это было? Первый день, это очень тоже важный, думаю, для каждого интеллект-тренера, это такое перерождение, это как вот, это такой новый уровень, естественно, потому что раньше, когда заходила в ассоциацию в неделю, там, один интеллект-тренер, ну, меньше намного, сейчас каждый день заходит по два, по три интеллект-тренера, если не больше, и раньше заходила в ассоциацию по одному интеллект-тренеру год назад, и вот, когда я зашёл, было немножко, ну, нас было 180 в мире, сегодня нас уже тысяча, да, и, смотрите, когда я провёл первую тренировку, и Владимир Довгань, он даже сделал видео, там, разные интеллект-тренеры, которых я даже не знаю, они меня поздравляли, и я вот после этого провожу тренировку, вышел такой, у меня энергия, у меня там весь вспотел, короче, да, и тут видео приходит, я вообще прям расцвёл, это круто было, сейчас уже, конечно, это уже запущено, этот элемент, запуск, да, быстрый старт, такая программа у нас есть крутая, чтобы человек уже с первых дней, да, начал зарабатывать 500, 700, 900 долларов, да, ну, как бы в зависимости от того, насколько человек вовлечён. А как у тебя прошла первая тренировка твоя, расскажи и поделись. Хорошо, благодарю. Ты знаешь, мы всё время же приглашали людей на Егора, то есть у меня есть люди, я приглашаю на Егора, он проводит всё, и тут наступило какое-то время, он говорит, значит, Лена Бурносова, у тебя уже такая большая структура, то есть она уже третий ранг закрыла, всё, отпучковывайтесь от меня, он говорит. Да, и мы такие все, а кто что будет проводить, и ты знаешь, все в таком этом интересном состоянии. Я говорю, так, девочки, я буду проводить, я хочу. Они такие, так, давай, давай, что, когда, то есть мы назначили, назначили дату, и у нас собралось, должно было быть 7 человек, в итоге 5 человек зашло, и вот 5 человек, было очень много интеллект-тренеров, так как, ну, вот у Лены Бурносова большая структура, то есть они зашли поддержать. Я несколько раз пересматривала Егора презентации, как он первый день, что он говорит, как он это рассказывает, то есть, конечно же, я держалась хорошо, но было вот, было очень волнительно. И у меня, знаете, есть такая прямо планшетка, да, я вкратце там написала, что нужно как бы в первый день, потому что мне же нужно и, как говорится, информацию краткую людям дать, и знакомство каждому слово передать, и плюс еще каждого выслушать, что-то записать, откуда он, сколько лет, вот, и потом еще и улыбку, то есть вот первое упражнение я сама рассказывала, вот. Это было очень-очень волнительно, и когда, получается, я все это рассказала, да, люди были интересны, ну, в основном как бы такие вот за 60 были у нас женщины, девчонки, вот. И вы знаете, когда закончился вот это вот, буквально в течение часа мы все это сделали, и я быстренько набрала всех девчонок своих, вот, как у нас, как круг силы бывает, набрала, говорю, ну что, как, Анжела, вообще круто, вообще здорово там, давай все. И мы это сделали, знаешь, как теперь у нас все время, как мы супержамп проводим, мы после супержампа сразу собираемся и разбираем, кто что сказал, кто как, так, потому что у меня девчонки очень активные, очень классные, они у меня все рассказывают, все берут, как говорится, я сама провожу, но я даю им уроки. То есть я говорю так, кто какой урок хочет, разбирают, и все, и они готовят, и со своей уже подачей рассказывают. Это, конечно, очень здорово, вот. И это было очень волнительно, но я хочу сказать, что оно того стоит. И когда уже потом так получилось, что был промежуток времени, что не было людей, да, Егор говорит, ну нет у вас, приводите, мол, на меня. Я говорю, нет, для меня это шаг назад. Вот честное слово, для меня это шаг назад. Мы будем, ну как бы, упорно стремиться, но будем сами проводить, потому что это наш рост. Вот, и таким образом мы проводим, то есть люди приходят, что-то нам кто-то тут пишет. Да, да, да. Да, Валечка пишет, ребята, вы тренеры счастливых людей. Да, Валечка. Рассказывает самостоятельное упражнение «Огонь». Это столько эмоций волнительно положительных. Да, да, друзья, это супер эмоции. Это мои девчонки пишут, это вот Леночка, ты знаешь, когда она первый раз рассказала упражнение, и мы встретились, да, как обычно, как я тебе уже рассказываю, это традиция наша. Ее просто вот из-за ее перла, она, я хочу теперь сама, я теперь хочу сама. Супер, супер. Не, ну правильно, это же важно, девица. Да. У нас, у нас в нашей, в моей команде Римма, она любит говорить, тоже интеллект-тренер из Кустаная, она говорит, какое счастье дарит людям счастье, да, это же супер, потому что, во-первых, вы сами наполняетесь. И, ну, друзья, я хочу вкратце так сказать, да, у нас эта методика, и вот у меня в окружении было несколько бизнес-коучей. Так получается, да, когда я проходил платные курсы какие-то, я обычно с этими бизнес-коучами, мы сдруживались и становились друзьями. Также есть друзья, которых я знал до того, как они стали бизнес-коучами. Потом они стали бизнес-коучами суперпопулярными, там у них сейчас по 100-200 тысяч подписчиков. Но суть в том, ну, то есть прям профессиональный бизнес-коуч в Казахстане, и, то есть это знакомые, да, но, естественно, тут тоже есть у них там корона крутая, там, супер с алмазами. Но суть в чем, что в том, что они говорят, ну, типа, бизнес-коуч, это надо там, типа, это триллер, это треш, то есть как может человек, не обладая, то есть вот этим, как бы, вот этим даром убеждения, типа быть бизнес-коучинг. Поэтому мы называемся не интеллект-коучингами, мы называемся интеллект-тренерами. Потому что, допустим, да, тренер по карате, он знает упражнения, он продукт своего продукта. Если он будет там подвыпивший или пузатый, так скажем, этот, ну, тренер по карате, за ним не пойдут люди. Они скажут, ну как, я не буду таким каратистом, я не хочу быть таким каратистом. Но когда, когда, вот интеллект-тренер, да, то есть он продукт своего продукта, когда мы делаем эмоциональные тренировки, на самом деле это очень простые упражнения. Но именно по нагрузке эмоциональной они труднее, да, в том плане, что у человека нет этой привычки. Но если человек хочет выйти в высокое проживание, вот человек приходит и говорит, я хочу быть счастливым. Я говорю, все, отлично, погнали, делаю упражнение. И он такой, ну, типа, ты сделал это упражнение? Он говорит, нет. Я говорю, а что? Ну, не сделал, да. То есть смотрите, друзья. И вот, ну, это первый день, второй, это распаковка идет. И вот когда проходит 10 дней, человек сам себя не узнает. Он говорит, как я мог быть таким? Как я мог лежать в кровати? Вчера вот на встрече друзей Канат рассказывал, говорит, я хотел вообще, говорит, этот свой диван в музей поставить, потому что там прямо от попы, говорит, вот такая выемка, говорит, где я лежу, да. Поэтому, друзья, и вот смотрите, через 10 дней человек реально на 180 градусов меняется, и он смотрит и говорит, это что, я был, что ли? То есть это что? И понимаете, тут суть в том, что на самом деле наши старые привычки, которые нас тянут вниз, они у нас вот эти убеждения, да, вот много убеждений, которые сложились за годы. И за десятилетия человеку, по сути, не принесли никакого ни морального удовлетворения, ни материального, ни духовного, да, и ни роста, ни удовлетворения не принесли, но эти убеждения, он их таскает с собой. Это, знаете, все равно, что взять вот эти чемоданы, сумки и с ними ходить, вот походите с ними, да, и узнаете. Поэтому ему трудно, ему трудно сделать шаг, поэтому он лежит на диване, да. А мы благодаря вот именно в эмоциональном интеллекте, то есть эмоциональный интеллект на сегодняшний день вообще не исследован. И, допустим, на сегодняшний день психологи, ну там специалисты по психологии вкладывают миллиарды долларов, чтобы изучить, что такое депрессия, что такое стагнация, что такое апатия, обиды, злоба, ненависть и так далее, да. Они вкладывают в это миллиарды долларов, но от этого еще больше людей заболевает депрессией. А, ну, то есть, а есть ли люди, которые вложили миллиарды долларов, чтобы узнать, повысить индекс счастья человека, чтобы разработать формулировку, как человеку, инструкцию, как выйти, да. На сегодняшний день мы номер один, мы первые в мире, которые это делаем. Не просто говорим бла-бла, мотивация, упал, встань, иди, эй, да, друзья, мы это знаем, мы это прошли. И именно из-за этого гештальт, психоанализ, НЛП, там, мотивационные тренинги, они не работают. И поэтому наша методика, которую мы преподносим, она абсолютно на корне отличается от тех. Но, друзья, самое главное, да, то есть все не могут стать каратистами, все не могут стать боксерами. И, соответственно, не все придут в Суперджан. Особенно до выхода на IPO, у нас это отдельная тема, до выхода на IPO. Но суть в чем? Придут только те, кто реально хочет изменений в жизни, кто реально хочет обрести смысл, понимать, да. Вот даже есть мультимиллионеры, миллионеры, которые с собой жизнь заканчивают, да, потому что не видят. Они купили себе дорогие унитазы, там, Супер, там, золотые унитазы, золотые бюстри повешали, дворец у них. А смысл, понимаете, смысла нету. И когда, то есть, у них тактика Супер, но стратегии нету. И вот как говорил Супер, там, полководец, да, Сунь Цзы, как он говорил, стратегия без тактики – это медленная победа. Тактика же без стратегии – это суета перед поражением. Поэтому, друзья, обретайте эту стратегию, стратегическое мышление, да, развивайте. И я еще раз напомню про формулу Томаса Леонардо. Считаю важным напоминать вообще в каждом прямом эфире везде формулу Томаса Леонардо. Вы можете загуглить, я ее изучил вне Суперджамп, но уже, находясь в Суперджампе, но отдельно, самостоятельно изучил в Гугле, друзья. Формула Томаса Леонардо. Кто такой Томас Леонард? Первый в мире бизнес-коуч, первый в мире лайф-коуч, да, то есть основатель системы коучинга вообще в мире, да. Я думаю, стоит прислушаться к советам этого первого человека. Так вот, его совет, что наше счастье, наш успех, он всего лишь на 10% состоит из IQ, из нашего полученного опыта жизненного и знаний. Только 10%. Именно из-за этого многие люди впадают в состояние стагнации, депрессии, потому что они опираются на свои знания и выходят в этот мир, и разочаровываются. А 40% успеха состоит из именно стратегического, из образа мышления. То есть, когда человек может настраивать свое мышление, да, делать сдвиг парадигмы, то есть, когда он координирует, дружит со своим мышлением, то это на 40% приближает его к успеху. То есть, получается, использовать IQ и эмоциональный интеллект вместе, в совокупности, получается, уже на 50% вас приближает к успеху. Ну, вы у меня спросите, да, а что же оставшиеся 50%? А оставшиеся 50% — это ваше окружение. И если до того, как появился интернет, было трудно выбирать наше окружение, да, то на сегодняшний день, благодаря таким ребятам, как Марк Цукерберг, да, то есть, ну, людям, которые сделали соцсети, мы вправе, мы, у нас есть крутая возможность выбирать свое окружение, невзирая, где бы мы ни находились. Вот, как видите, сейчас такой телемост у нас, да, Турция, Россия — это супер, Бурятия. Вот, Анжелика, вот я так, я вот как бы дополнил твои слова, вот, и тоже так же вопрос есть у меня, да, кто у тебя, то есть, ну, вот великие личности, да, ну, естественно, мы много прошли уже в наших онлайн-клубах, это могут быть Джон Рокфеллер, там, Уоррен Баффет, Стив Джобс, а именно какая личность включает тебя? Есть ли такая личность? Первая есть, вторая какая, да, то есть, ну, вот вопрос такой. Отлично. В смысле, включает, воодушевляет, да, ты имеешь в виду? Воодушевляет, это так, наверное. Да. А ты знаешь, мне очень близок Альберт Эйнштейн. Я вот, получается, была как раз капитаном, да, когда вот эти его цитаты, гениальные цитаты, да, как он сказал, что если судить рыбу по ее взбиранию на дерево, то она так и останется, да, дурой до конца своих дней. То есть, это говорит о том, что человек очень интересный и как много у него цитат, над которыми вот стоит задуматься, да, ведь люди некоторые, что они привыкли, да, вот они как белки в колесе, они что-то делают, да, дом, работа, дом, работа, суббота, воскресенье где-то там поездили, но очень мало кто задумывается, ведь так на самом деле, так оно и есть, задумывается, что можно жить другой жизнью. Если с ними начинаешь разговаривать, они говорят, ну, это же нет, это не про меня, то есть я так не могу, это не для меня, я на это не способен. А на самом деле, друзья, я хочу до вас донести сейчас истину, да, которая реально, она такая есть. Каждый человек, кто смотрит нас и вообще каждый человек, кто населяет наш земной шар, он эксклюзивный, он индивидуальный. Нету такой больше личности. Расула больше нету такого. Он один-единственный такой, неповторимый. Он папочка шестерых детей. Вот такой красивый, умный, чудесный. Честно, я восторгаюсь тобой. И такой, как я, нету. И таких девчонок, то есть кто нас сейчас смотрит, вас нет таких, вы удивительные. И то, что вы иногда себе делаете какой-то потолок, какие-то границы, все границы в нашей голове, выбросите их. Вы знаете, люди живут вот так, шорами, как эти лошади. Направо, налево не смотрим. Надо убрать эти шоры. Посмотрите, какой чудесный мир. Посмотрите, какой он красивый. Дождик здорово, солнышко здорово. Надо быть в моменте. Как говорит великая Верочка Макаренко, это тоже наш интеллект-тренер, она говорит, живите вот этим моментом. Вот сейчас я общаюсь в прямом эфире, я кайфую от того, что я общаюсь с такими гениальными людьми. Друзья мои, вы понимаете? А как мы познакомились? Я, то есть уже будучи интеллект-тренером, Расул решил сделать нам тоже такой мастер-класс по таргетингу, и это было здорово. И я с удовольствием зашла, узнала, и потом как-то мы с ним общались. То есть, вы понимаете, это говорит о том, что я к нему постучалась, и он не сказал, няй-яй-яй, куда ты идёшь. Он сказал, здравствуй, великолепная Анжелика. Вы понимаете? Это так здорово. И вот именно, вы знаете, в Суперджампе, какой большой плюс? Там есть наполнение. Людей некоторых дома, да, вот они там, муж не говорит красивые слова жене, жена не говорит красивые слова ни мужу, ни детям. И, соответственно, вот этот круг, да, домашний, он такой вот, какой-то серенький, непонятный. А если вы будете своему мужу говорить, ты мой великий король, как ты знаешь, ты знаешь, Расул, сегодня я была на смеха-йоге у Розы, у Розы, да, и она, ты представляешь, мы её застали, она была в купальнике около моря, представляешь? Она говорит, так, сейчас будем проводить. Это было что-то. Ты представляешь, полный пляж людей. И она начала, так, хватаем, она говорит, так, хватаем смеха эти автоматы и стреляем. И она, понимаешь, на полную грузкость весь вот этот вот так. Ты представляешь, мы-то, Расул, мы-то все дома сидим, а она там на пляже, я смотрю, там мужчины, женщины, я на неё вот так оборачиваюсь, что она вообще в своём уме. То есть это было так прикольно, это что-то. Да, конечно, это супер. Супер упражнение, естественно, но надо его объяснить, донести до человека, потому что но она, конечно же, заряжает на целый день. Я тоже один раз был у неё на школе, это просто она вообще... Это Жанна Д'Арк 21 века, точно. Она нам прям ведёт. Да, она молодец. Расул, вот согласись, вот Валечка пишет, у Расула знаний и багаж, он такой открытый человек. Оля пишет, да, именно так и было. Да, Оля тоже была. Да, и ты знаешь, Расул, дело в том, что мы сначала-то смеялись, ну, то есть нас сегодня, нам даже Роберт Ра пришёл сегодня на смеха-йогу, представляешь? И мы все смеялись, ну, как бы смеёшься, да, смотришь, каждый угорает друг над другом. А тут я смотрю, Роза, она прямо там, представляешь, падает, дыхание делает, а люди на неё смотрят, а она кричит. Я так хохотала, мы все потом хохотали над тем, как люди реагируют. И самое главное, что она не побоялась, понимаешь? Она в полный голос. Да, кстати, насчёт отношений очень чётко ты подметила. На самом деле, я до Суперджам был очень вспыльчивым человеком. И, естественно, когда какие-то моменты не получаются, думаю, в каждой семье переживают эти моменты. Жена чувствует, что у мужа что-то не получается. И он даже, бывает, срывается в семье. Это тоже, это такая страшная вещь. Естественно, люди говорят, то есть коучи говорят, тебе нужно там не ругаться, допустим. А жена бывает, что жены остроумные наши, наши королевы, и они начинают такие тонко, куда-нибудь укольнут. И ты как бы сидишь, типа, ну, что ты там, пыркаешься, пыркаешься, тебе всё равно ничего не получается, допустим. Да, ну, как бы они так это завуэлированно скажут. И ты сидишь, у тебя внутри же это, а как тут сдержаться? И ты в ответ говоришь, слушай, женщина, что ты мне говоришь там такое? Вот. И когда я был вспыльчивый, естественно, это было просто, ну, неприятно. Мне самому, во-первых. Во-вторых, естественно, для жены это тоже был стресс. Благодаря нашей методике, друзья, это просто. Вот сейчас жена, она думает вообще сделать свой курс для женщин, да, как вот, ну, жениться там, во-первых, и замуж выйти, и жениться там, да, во-вторых, как вот именно такой институт брака делать, да, свой. Вот у каждого, каждая семья, это на самом деле, да, даже во многих, ну, вот в религии, если посмотрите, да, вот когда спросили, да, какое самое близкое место, напоминающее рай на земле? И вот пророк, он сказал, самое близкое место, это семья, любящая семья. И вот это очень важно, друзья, я считаю, потому что действительно эта ценность, сам драгоценность, это наши жены или наши супруги. И вот поэтому нужно это беречь. И когда, допустим, уже в суперджампе, да, когда бывают такие моменты, уколчики, да, в мою сторону, в этот момент у нас есть крутая вообще техника, да, то пауза мастера есть, тоже вот смеха йога помогает. И естественно, это включает, более того, я немножечко даже, наверное, здесь заакцентирую внимание, вот допустим, жена начинает ругаться, что-то там говорит, там реально колет. И ты как бы парируешь, ты как бы делаешь паузу мастера, и там улыбка, там еще что-то, ты держишь. Конечно, это и бывает, первое время вообще нелегко было мне. Вот, но суть в том, что, допустим, она что-то говорит, говорит, потом она выговорилась, потом она говорит, слушай, извини, я не хотела это тебе говорить. А хотя вы вообще ничего не говорите, вы в ответ ничего не говорите, и человек извиняется. И какой может быть после этого разборки, какие могут быть разборки. Поэтому коучи правильно говорят, нужно сдержаться. Но как это сделать? А когда вы делаете это в суперджампе, вам не надо выходить из зоны комфорта, вам не надо вот этот химический процесс. Вот у нас, когда возникает какой-то злость, гнев, это химический процесс в организме. И вот то, что выделилось, оно должно проявиться как-то. И вот мы учим из минуса делать плюс, чтобы этот химический процесс нейтрализовался правильно. Более того, он еще преобразовался в крутую энергию. Понимаете? Мы все превращаем в жизненную энергию, которая позволяет достигать поставленной цели, поставленных новых высот. Это очень круто вообще, друзья, на самом деле. Вот. И, ну, в принципе, вот по вопросам, я думаю, все очень, очень рады знакомству с тобой. Я думаю, все будут рады, потому что действительно, это ты такой излучающий солнце человек, друзья. Как говорил Сократ, в каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить. Да? И поэтому, друзья, даже вот я вчера отправил в наш закрытый чат эту песню, да? Вот сейчас, смотрите, есть такой эксперимент. Вот люди провели эксперимент. Было два острова в океане, там жили обезьянки, да? И вот они на одном острове научили обезьян чистить банан, ну, правильно, там, его открывают, чистить, там, чтобы не просто, там, выдавливаться и так далее. И вот они на одном острове научили обезьян это делать, а на другом не учили. И вот как-то произошло, что на другом острове обезьяны тоже так же чистили бананом. То есть, если метафизика у приматов работает, то у человека она работает в несколько раз быстрее и четче. И когда мы видим, да, допустим, бывают же такое, такие моменты бывают, да, что вы какие-то мысли думаете, 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 потом раз смотрите, там, ваши друзья или ваш сосед, то сделал то, что вы, о чем вы думали. А вы лежали на диване и у вас там такая музейная такая, это и есть гравюра дивана вашего. Так вот, друзья, суть в чем, что метафизика работает. Эти, вот, эти мысли, это волны, это вибрации. И вместо того, вот есть русская пословица, скажи человеку сто раз свинья, он захрюкает, лучше вместо этого сто раз сказать, что он король, что у него все супер происходит, да, почему бы этого не сделать, начать с себя. Тем более, когда мы говорим плохое слово, перед тем, как его сказать кому-то, адресовать, мы его представляем в уме. Кто-то думает, да нет, я не представляю, я просто говорю, особенно есть люди, которые у нас в Казахстане говорят, бог аус, да, то есть грязные слова, грязный рот, которые говорят. И вот суть в том, что, ну там даже слово еще хуже, но суть в том, что человек думает, я же не думаю, я просто говорю, невозможно это. Все равно на подсознание у вас откладывается. И если вы говорите плохое слово, на самом деле вы эту частичку уже продумали, а значит вы уже метафизически таким человеком, что вы говорите, вы являетесь. Поэтому вот у Роберта даже долгое время было написано в описании его профиля, да, чем, что имею, тем и делюсь, да, то есть что у меня есть, тем я и делюсь. И по сути, друзья, каждый человек, что имеет, тем и делится. Если вы говорите благое, да, то естественно, значит у вас благое. Если вы говорите хорошие слова, то значит вы уже их представили, значит в вашей метафизике, в вашем мире. Не зря же во всех там, все пророки, во всех религиях говорят, да, человек это целый мир. Да, я больше скажу, как интеллект-тренер, человек это целая вселенная. Вот, и поэтому мы обязаны ценить каждого, да, окружающего. И естественно, как мы относимся, так и откликается к нам вселенная. И мы эти уже импульсы запустили, друзья. Процесс не обратим, он работает, и поэтому все человечество уже обречено на счастье, Поэтому вот радуйтесь, это очень хорошая новость. Вот, Анжелика, что ты можешь еще добавить по эфиру сегодняшнему? Может быть, расскажешь какие-то моменты из своей жизни интересные, может, ты чем-то хочешь поделиться? То есть, вне моих вопросов. У тебя есть что поделиться? Поняла, короче. Как говорят, какой-то новый альбом, концерт там в Лужниках, то есть, что у тебя, да? То есть, ну, то есть, в Лос-Анджелесе, может, в Нью-Йорке или в Токио, да, собираешь стадион? Да, когда у тебя следующий Суперджамп? Да. Суперджамп запускаем, открыт набор, добро пожаловать. Вот, я знаю, что и у Расула будет Суперджамп, и у нас. Дело в том, что мы открываем набор, когда люди уже укомплектуются, то есть, группа, да, сейчас на 6 утра и на 6 вечера собираем, как только укомплектуются, так будем стартовать. Вот. Пишет, да, я изменилась 20 лет тому назад. Это здорово. Вы знаете, вообще, вот сейчас даже, да, наверное, Расул не даст мне соврать, на наши Суперджампы приходят люди более осознанные, более творческие, какие-то вот супер-пупер, да, в последний раз к нам приходила вот девочка, она сама энергопрактик, она сама помогает роженицам, то есть, принимает роды. Настолько, вы знаете, вот человек с семью пядями во лбу, когда она проходила, она нам такую информацию выдавала, мы все вот с такими большими глазами сидели. И, друзья мои, что хочу сказать, да, вот Расул сейчас спросил, я, конечно же, вам хочу сказать, что у каждого человека всегда есть выбор, выбор, сидеть на том же месте или идти куда-то вперед, оставаться в зоне комфорта, либо же что-то там новое открыть, да, вот я вам хочу сказать, что недавно открылось, ну, буквально месяца три-четыре, да, новая социальная сеть называется Мегакампус. И я благодаря своему новому партнеру мы туда зашли, и это очень интересно, друзья мои, и это тоже что-то новенькое, и то есть чем больше мы живем, да, конечно же, поток информации огромный, громадный, но это здорово что-то новое познавать, что-то видеть. И самое главное понимать, что именно в моменте, нужно моментами этими жить, да, вот я всегда представляю Верочку Макаренко, я ее очень люблю, и она сейчас находится в Краснодарском крае, она даже утром, да, вот сториз записывает, она говорит, вот смотрите, я, говорит, кофе пью, да, я ни о чем не думаю, я думаю о том, какой у меня вкусный кофе, понимаете, то есть вот она пьет, она не думает, а во сколько у меня суперджамп, а когда у меня закончится, а когда набор, то есть она об этом не думает, она думает о кофе, если я гуляю с ребенком, я думаю только о ребенке, что мы вот куда-то там пошли, гуляем там, что-то вкусненькое покушать, и так далее, то есть живите в момент сейчас, потому что, как говорится, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь, друзья мои, то, что у вас было, прошлое, оставьте его, забудьте, возьмите оттуда опыт, самое хорошее, и будущее, неизвестно, что у нас будет, поэтому нам остается кайфовать сейчас, вы знаете, какая я счастливая, что я сейчас выхожу в прямой эфир, вот с Расулом, честное слово, я Расулу уже говорила, я говорю, я так хочу в Турции побывать, и вот теперь я знаю, что, ну, конечно, я ему в гости не напрашиваюсь, но если я приеду, благодарю Расулу. Приезжайте в Турцию, это будет круто на самом деле, у меня уже интеллект-тренеры из Алматы, они говорили, давай мы приедем, я хотел сначала тур сделать, потом Владимир Довко говорит, проводи суперджамп, приезжайте, ну, то есть, ну, приедут, приедут, да, конечно, встречатся, в ресторанчике посидите, вот, ну, это круто, да, друзья, конечно же, приедете, обязательно приезжайте, потому что здесь вибрации другие, я не знаю, рядом с морем по-другому дышатся, ну, у нас в Алматы тоже очень красивые горы, там тоже вот в горах приятный воздух, приятная вот эта атмосфера, это супер, вообще, как бы сейчас благодаря онлайн, друзья, неважно, где вы находитесь, представьте, что у вас миллиард долларов на счету лежит, какая разница, ну, реально, вот Стив Джобс, да, когда у него миллиард долларов на счету лежал, он так же ходил в водолазке своей, то есть, как бы, в чем проблема, он так же креативил, он так же ел гамбургеры, да, поэтому, в чем проблема, друзья, в чем проблема, сегодня себе заложить эти ценности уже, и вот, если бы я был миллиардером, что бы вы делали, ну, то же самое делали бы, я вам говорю, ну, повышается, да, у меня был пик 200 тысяч долларов, да, вот у меня было такое, в 2011 году, 200 тысяч долларов, ну, что я сделал, я даже квартиры себе не купил, я все вложил в компанию, развитие компании, там, и так далее, там, сотрудников нанимал еще больше, что мы делаем, друзья, ну, будут у вас деньги, миллионы, понимаете, тысячу раз, как говорится, сексом не позанимаешься, тысячу раз на машине не поедешь, тысячу раз не покушаешь, поэтому, вот это надо понимать, но, чтобы это, не просто знать, а именно это осознавать, чтобы делать это, это нужно протренировать в своем эмоциональном интеллекте, и, друзья, грядут буквально несколько месяцев, да, может быть, один или два года, осталось человечеству до грандиозных открытий в области эмоционального интеллекта, то есть, вот скоро будет фейерверк открытий, просто, это, это все уже есть, но оно вот сейчас открывается, потому что мы интеллект-тренеры это уже делаем, понимаете, не просто сидим, а почему еще важно, да, именно, почему важно стать интеллект-тренером, я, кстати, в пятницу буду в зуме рассказывать про опционы, систему опционов, но суть в том, что важно, да, потому что у нас есть люди в окружении у кого-то, в депрессии, замкнутые, они не ходят на курсы, они не пойдут к Расулу, они не пойдут к Анжелике, они не пойдут к Владимиру Довган, им вообще по барабану, и у них есть пару человек в окружении, возможно, это вы, которому они придут на курс, которого они послушают, понимаете, и вот так мы помогаем людям, вот так мы помогаем, потому что одного Расула, одной Анжелики, одного Владимира Довганя На 2,5 миллиарда человек не хватит. Почему я говорю эту цифру? Это зафиксированная цифра, друзья. По данным ООН, официально по данным ООН, 2 миллиарда взрослого населения Земли страдают хронической усталостью. И я знаю, что я вот с кем я общался, со всеми, да, они говорят, да, это про меня. Или они говорят, да, это про моего брата или подруга. Это факт. Это уже сегодня данность. И это по данным ООН. А также 500 миллионов человек находятся в состоянии депрессии. Они не пойдут куда-то на курс, но вы им можете помочь. Поэтому важно, чтобы эта система распространялась. И благодаря вот этой скорости развития мы на сегодняшний день за 2,5 года уже сейчас присутствуем в 54 странах на 21 языке вещаем, да, прославляем. То есть именно включаем человека. Вот включение идет, да, процесс включения. А как он производит? Смотрите, друзья, записаться на бесплатную консультацию по видеозвонку или там совместный эфир провести, то есть не проблема. Обращайтесь в директ к Анжелике, обращайтесь в директ ко мне. Я буду рад каждому человеку ответить на вопросы. Ответить на любой вопрос. Вы можете просто прописать интеллект-тренер, суперджамп, Владимир Догой, прогуглить, узнать побольше и зайти к тому интеллект-тренеру, кто вам больше нравится. У нас есть сайт с отзывами, да, если он нужен, просто спросите у нас. Мы вам скинем сайт с отзывами, вы выберете интеллект-тренера, да. То есть это реальный факт. У вас сегодня есть выбор, да. И более того, почему сегодня важно, я в пятницу буду раскрывать, почему именно сегодня, даже вчера важно зайти в эту индустрию. Потому что это покруче там биткоина, покруче Google, Apple и Amazon вместе взятых. Поэтому, друзья, это новая индустрия на самом деле. Благодарю, что сегодня присутствовала, Анжелика. Я очень рад знакомству. Сейчас я от тебя больше узнал, да, что ты супер. И вот видишь, почему ты тянулась всегда к военному, да. И вот поэтому, видишь, как бы с Егором, когда встретились, это же реально там супер военный. Это наш, действительно, это такой кладезь мудрости. Это человек, который просто self-made man, да, про таких говорят. Человек, который сделал себя сам. Это просто, да. И смотрите, как круто, да. То есть, когда вы проходите суперджампы, когда вы понимаете эти упражнения, вы понимаете, насколько ваш потенциал безграничен. Насколько он просто обязан раскрыться, да. Человек понимает, зачем он пришел на эту землю. Ведь есть же два дня рождения у человека. Первое, когда он пришел физически сюда, на этот мир. А второе, это когда он понял, зачем он пришел, да, как Марк Твен еще говорил. А также есть две смерти у человека. Первая смерть, когда его физическое тело ушло в иной мир. А вторая смерть, когда последний раз его имя сказали на этой земле. Поэтому человек, вот возьмите Мухаммада Али, у него спросили, зачем ты рискуешь? Зачем ты идешь на переговоры к террористам? Зачем ты идешь, спасаешь там людей от суицида? Ты и так, ну у тебя все хорошо. Зачем тебе это нужно? И как Мухаммад Али сказал? Я хочу попасть в вечность. Я хочу, чтобы мое имя помнили. Вот это важно, друзья. Вот это очень важно. Но, естественно, сейчас у многих людей, как вот Анжелика все это правильно сказала, шоры, да. Более того, друзья, это не оскорбление. Я сам с такими шорами жил, когда у тебя идет, как бы вот, ну как бы, это как на рыбалке. Ты сидишь, раз рыбку выловил, раз, второй. Ты сидишь, у тебя идет, тебе надо кормить детей, тебе надо кормить семью. И когда тебе кто-то говорит что-то, тебе неинтересно это слушать. Ты такой, да нет, нет, мне вот надо спасать лес. Вот подойдите к любому леснику сегодня, каждые примерно 5-6 секунд один гектар леса исчезает. Вот с планеты Земля исчезает. Кто не знает, если вы, если хотите, я вам скину в режиме онлайн, вы можете прям понаблюдать исчезновение леса, опустынивание земель, прям реально в режиме онлайн. Я скину этот сайт, он открыт, в открытом доступе. Так вот, друзья, подойдите к любому дровосеку, скажите, ты что делаешь, ты лес вырубаешь, ты моих детей будущего лишаешь. Он скажет, мне надо кормить семью и будет дальше рубить ему по барабану, что вы ему говорите. Понимаете, в чем суть? И поэтому важно человеку включить осознанность. И вот я знаю, кстати, у меня такая гордость, я вот сейчас нахожусь в Турции. В Турции, да, Турция одна, возможно, единственная, а может быть она в топ входит, да, стран, которые восстанавливают свой лес. Это очень интересный факт, потому что сколько они вырубают, они еще больше сажают деревьев. То есть, ну, древесина, да, но ею же можно пользоваться так, чтобы восстанавливать это. А в России я слышал, что уже пытаются зацепиться за какие-то заповедники. То есть, какую-то часть заповедника тоже хотят вырубить. Ну, типа, лес нужен. Друзья, а в чем проблема засадить? Такие почвы, такая почва, да, чернозем. В Турции нет чернозема. В чем проблема? Ухаживать мы не хотим, сажать мы не хотим. А почему, друзья, проблема в невежестве? Мы вообще не ценим ту землю, на которой мы находимся. И важно это оценить просто, включить в себе эту осознанность, да. А как она включается? Только через наши тренировки. На сегодняшний день мы первые, единственная компания, которая заботится о нашей планете. Это ассоциация горящих сердец SuperJump. Вот, друзья, я думаю, да, мы уже час в эфире. Так пролетело, я думал, где-то полчаса я еще посмотрел. Думаю, вот, 20 минут только прошло. Смотрю, уже час прошел. Вот, Анжелика, очень рад, очень рад, еще более ближе знакомиться с тобой. Обязательно прилетай в Турцию. Естественно, скоро уже, ну, я уверен, что скоро в Турции здесь будет большой саммит интеллект-тренеров. Вот, потому что очень много интеллект-тренеров уже и в Стамбуле, и в Анталии, и в Аланье. Это круто. У нас там Наиля Волошина, да, Наталья? Друзья, всех вас еще раз поздравляю с колоссальным ростом. Благодарю за этот эфир. Вообще, на самом деле, мы с вами везунчики, потому что мы первыми в мире узнаем о супериндустрии. И у вас есть шанс, возможность в нее зайти по-лидерски, да, как Анжелика, показать, то есть раскрыть свой потенциал. И, соответственно, параллельно и зарабатывать, и развиваться, быть в состоянии потока постоянно, путешествовать по любым странам, по любым городам, и, соответственно, быть ответственным за свою семью, начиная с себя и уже за ваших окружающих. Поэтому, если у вас возникают какие-то любые вопросы, обязательно обращайтесь в Директ, обращайтесь в Ватсап, то есть мы есть везде. Ну, в Директ, начинаем с Директа, да, пишите Анжелике, спрашивайте, задавайте ваши вопросы. Очень рада сегодняшнему вашему, что вы присутствовали на эфире. И оставляйте комментарии под IGTV, которые будут выложены. Благодарю вас от сердца к сердцу, как говорится, и летим, как ракета, полетели к звездам. Я заканчиваю. Благодарю, Благодарю, Расул. Подожди, сейчас две секунды зачитаю. Валечка пишет, какой зажигательный эфир. Я благодарю вас за эмоции, которые вы мне дарите. Ребята, вы огонь, Оля пишет. Расул, я хочу тебя поблагодарить за то, что ты меня пригласил к себе в гости. У нас вчера с тобой на целый час эфир был и сегодня. Потому что, ты знаешь, вот это вот так хочется пообщаться, да, и вот столько всего нового интересного рассказываем и узнаем друг от друга. Друзья, я благодарю вас. У нас с Расулом есть для вас подарок. Кто напишет Расулу в директ или мне, мы вам скинем аудиокнигу «Суперджамп», которая на сегодняшний день переведена на 21 язык мира. Благодарю вас за то, что вы были. Желаю вам самого чудесного дня. Расул, благодарю. Все, полетели, друзья. Субтитры подогнали Симон.